Приветствую вас, Максим. Да, вы совершенно правы в том смысле, что вам нужно менять что-то в своем поведении, вот, потому что совершенно очевидно, что ссоры, конфликты, которые возникают между вами и вашей девушкой, происходят в том числе, потому что есть некоторые трудности у вас, и вы свои проблемы, собственные, проектируете на девушку, переносите их на нее, вследствие чего и возникают трудности. Начнем с того, что ваше представление об отношениях в целом, это исключительно ваше представление. В том смысле, что девушка не ответственна за это. В том смысле, что девушка не обязана вам соответствовать. То есть, безусловно, ваша позиция имеет место быть, безусловно, ваша позиция имеет право на существование, вот, а именно то, что девушка должна заботиться о вас, то что девушка должна искать в интернете информацию для вас, ну и все то, что вы перечислили. Момент здесь в том, что вы выбрали девушку, мягко говоря, не такую. То есть, вы выбрали девушку, которая несколько другая, которая больше ориентирована на себя, которая больше думает о себе, которая больше заботится о себе, и вам это не нравится. И, соответственно, вам необходимо для себя в первую очередь определить, вы принимаете свою позицию, вот, свое представление об отношениях, и готовы это представление, эту позицию, точку зрения продвигать, в том числе и путем возможного расставания, в том числе и путем, как бы, паузы в отношениях. Или вы принимаете точку зрения своей девушки, вы принимаете девушку целиком, вы принимаете ее такой, какая она есть, и не пытаетесь ее поменять. А пока что ваш вопрос, это, собственно говоря, такая вот тенденция к тому, чтобы пытаться вашего партнера изменить. Вот. Пока что единственная мысль, направленная на то, чтобы меняться лично вам, это мысль про то, что вам нужно как-то иначе себя вести. Все верно, вам нужно как-то иначе себя вести, я бы сказал, что больше, наверное, заботиться о себе. Как бы это странно звучало, но именно самостоятельной заботы о себе, именно вот такого, что называется, здорового эгоизма вам не хватает. Именно здорового эгоизма. Вот. Я, конечно, не могу судить по тексту о том, насколько здоровый эгоизм у вашей девушки. Потому что, ну, то, что вы описываете, это достаточно субъективно. Вот. Но, тем не менее. Что касается ссоры, то ссора здесь. Это, значит, так называемая психологическая игра. Это скандал, который участвует несколько людей, да? Как правило, два человека. Вот. И, соответственно, как у любой игры, данная игра имеет свои, я бы сказал, основания в какой-то степени. То есть, если вы ссоритесь, например, то совершенно очевидно, что вы в какой-то степени боитесь близости. Вот. В какой-то степени вы таким образом, ну, снимаете напряжение. В какой-то степени вы игнорируете свои переживания. Вот. Ну. И, соответственно, нужно именно с теми обстоятельствами, которые приводят к тому, что вы ссоритесь, именно вы ссоритесь. Нужно разбираться. Потому что, в противном случае, вы рискуете быть, с одной стороны, неестественным в отношениях. С другой стороны, вы рискуете быть постоянным, очень неудовлетворенным. Вот. И, как бы, ваша неудовлетворенность, она, ну, будет переноситься на вашего партнера. То есть, на девочку. Вот. Так что, да. В вашей стране есть вклад в конфликты, и, соответственно, вам нужно что-то менять. Безусловно. Вопрос в том, опять же, готовы ли вы меняться и считаете ли вы, что что-то в вашем поведении, ну, является следствием проблем? Вот. Дальше. Вы пишите у нас с девушкой проблемы в отношениях. Ну, смотрите. Я думаю, что вы не можете, как минимум, вы не можете говорить так. То есть, вы не можете говорить, что у вас с девушкой есть проблема. Вы можете говорить, что у вас, и только у вас есть определенная проблема в отношениях. Это вы можете говорить. потому, что проблемы могут быть только ваш, это брат. А вот то, что, то, что у вас с девушкой есть проблема, ну, проблематика. Вот этого вы говорить, наверное, тоже не можете, потому, что за данный аспект вы не отвечаете. То есть, вы отвечаете только за свои проблемы, вы отвечаете только за свои ощущения, вы отвечаете только за свои переживания в отношениях. Но вы не отвечаете за то, что девушка, например, считает проблемой. Вот. Поэтому этот момент крайне важно понимать. Вот. Этот момент крайне важно учитывать. То есть, здесь необходимо, в первую очередь, отграничить себя, отграничить свои проблемы от проблемы вашей девушки. Вот. И не смешивать это в одну, ну, в одну, в одну кучу, да, в одну. Вот. Все непосредственно ваши, ваши проблемы. Как, как, допустим, она, ваша проблема, вам, вам видится непосредственно ваша, ваша проблематика, ваша трудность. Так. Как вам это видится? Без отрыва, без отрыва от себя. Дальше. Нам по двадцать восемь лет пищевая. А имеет ли для вас какое-то значение возраст? Если имеет, то какое. Так. Я могу со своей стороны отметить, что, по большому счету, люди, обладающие, ну, примерно, одинаковым возрастом, да, то есть люди одинакового возраста, как правило, в этих ситуациях, эм, часто конкурируют друг с другом. К сожалению. То есть люди, эм, конкурируют, люди соперничают друг с другом, вот, люди пытаются друг другу что-то доказать. Такая вот проблематика здесь присутствует. И в этом, конечно, довольно серьезные здесь проблемы. Вот. В первую очередь, проблемы для, эээ, ну, для людей, конечно. Вот. В первую очередь, проблема для, эээ, взаимоотношений. Потому что это не совсем такие вот, я бы сказал, гармоничные отношения, вот это скорее отношения такие вот, ну, можно сказать, невротичные в какой-то степени, к сожалению. Дальше, она ничего не согласовывает со мной, что вы все делаете для себя по себе, а меня оставят перед фактом, но работаю, извини, начальник, определяет рекомендировку, но мне надо это делать, поручение руководства. Ну, во-первых, то, что касается именно рабочих моментов, рабочих отношений, честно говоря, анализировать. И как-то оценивать, я бы сказал, фу, сложно, потому что такое может быть и правда. То есть и правда может быть, что начальник может ставить перед фактом. То есть, да, конечно, конечно, можно как-то организовать в целом свое поведение, можно как-то организовать в целом свое, ну вот, свое поведение на работе, да, вот, это все можно сделать, но вопрос заключается в том, может ли ваша девушка, потому что сделать это может далеко не каждый человек, сделать это может далеко не каждый, не у всех есть такая возможность. И ваша девушка вполне вероятно сделать этого не может просто-напросто. То есть, она просто-напросто сделать это не способна, у нее нет таких вот возможностей, у нее нет возможностей для того, чтобы это сделать, у нее нет ресурсов для того, чтобы, ну, грубо говоря, отграничить себя, да, от начальника, чтобы начальник ее вот не третировал, да, не, как-то не принуждал, прям чему-то, вот, и так далее. То есть, как бы, не у всех людей есть возможность дать, так сказать, отворот по ворот людям. Ну, вот, 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 здесь ваша, ваша претензия может выглядеть, ну, мягко говоря, немножечко, так вот, как бы сказать, ну, не адекватно, а инфантинно, да. Другое дело, что, если есть другая проблематика, другое дело, если это не единственный случай проявления такого поведения по отношению к вам, вот. Ну, это уже немножко другое. Дальше. Она все решает сама в своей жизни и делает только то, что выгодно ей. Ну, смотрите, как бы, к этому можно относиться по-разному, да. Можно воспринимать это как негатив, ну, как что-то негативное. Можно это воспринимать как что-то позитивное, вот. Ну, я не знаю, можете ли вы это сделать или нет, но может, в принципе. Но факт тот, что девушка вот такая, да, она такая. Она эгоистична, она себя любит. Понятно, что в данном случае при том, при том, что вы описываете, да, при том, что вы, ну, пишете. Её эгоизм, скорее, действует ей во вред, если чем, на пользу. Это понятно. Но она, тем не менее, такая. И меняться пока что не хочет. Вот. Точнее, у нее нет мотива, у нее нет мотивации меняться. Дальше. Эээ... У меня нет на помощницу. То есть, что вы? Ну, эээ... Здесь... Эээ... Очень... Важный момент заключается в том... Что... Что... Эээ... Да. Может быть. Вам нужна помощница. И... В какой-то степени. Вероятно, вы правы в том, что... Вам нужна помощница. Но проблема заключается в том, что... Эээ... Самую девушку для... эээ... Вот... Ну, для... Своих целей... Вы выбираете несколько неподходящих. То есть, эээ... Ваша девушка не готова быть помощницей. Она не может быть помощницей. Она не может быть на вторых рожах. Это немножечко не такой... Человек, как Тай. Это немножечко другой человек. С другой... Несколько позиций. С другой, может быть... Эээ... С... В философии. С другими, может быть... Эээ... Ну... С... Эээ... С... 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 Вот, и это отрицать, ну, наверное, наверное, в какой-то степени было бы, ну, неправильно, да? То есть то, чего хотите вы, то, чего хочется вам, это нормальных, но вопрос в том, а как вы обеспечиваете себе это? Потому что сказать я чего-то хочу, можно, но эффекта, результат от этого никакого, сами понимаете, не будет. Вот, а выбирать себе, ну, для отношений к женщину, скажем так, определенного. Ага. Вам это никакой погоды, никакого плюса, вообще ничего, к сожалению, не даст. Вот, кроме какой-то боли, какого-то негатива и какой-то постоянной такой неудовлетворенности. Дальше. Она летает по своей работе без просьб ко мне, согласования, разрешения и созваниваться каждый день со мной. Ну, у меня есть ощущение, что вы пытаетесь как-то девушку к себе привязать с одной стороны и с другой стороны. У меня есть ощущение, что вы предъявляете ей претензию за ее работу. То есть, человек работает, да, человек, ну, грубо говоря, занимается там, ну, не знаю, какой-то деятельностью, да, каким-то вот видом деятельности. У меня есть ощущение, что вы предъявляете ей претензию за то, что она вот занимается каким-то видом деятельности. У меня есть ощущение, что вы требуете от нее изменить свое рабочее какое-то вот поведение, при том, что, ну, на мой взгляд, рабочее поведение все же не зависит от нее. Рабочее поведение зависит тоже от ее начальника, от ее руководителя, от, может быть, философии рабочего места, где она работает. Да, вы можете сказать, что она выбрала работать там, где она работает, и вы будете вне всякого сомнения правы в этом. Вот. Но, тем не менее, насколько я понял из вашего, ну, из вашего, из вашего текста, вы приняли ее уже такой. То есть, вот, вы стали с ней встречать, когда она уже была, ну, когда она уже работала. Вот. Дальше. Такое за год было шесть раз. А, да. Вы пишите, она созванивается каждый со мной, к чему бы это написала. Говорит, что любит, для меня это не любовь, а не понятно, что. Ну, опять же, смотрите. У этого, а у того, что для вас это не любовь, а непонятно, что. А у этого есть несколько сторон, а именно две. Ага. Первая. Первая сторона заключается в том, что если для вас это не любовь, то, извините, не совсем понятно, зачем вы в отношениях с ней, да? То есть, зачем вы в отношениях с девушкой тогда, если для вас это не любовь? то есть, ну, как бы, получается, вы себе изменяете, получается, вы себе как-то вот самому вредите. потому что не готовы продвигать свои интересы. Ведь, если для вас это не любовь, то, ну, наверное, логично предположить, что если для вас не любовь этой, то для вас любовью является что-то другое. Ну, что вы делаете для того, чтобы, чтобы вот это вот что-то другое, ну, грубо говоря, стало реальностью для вас. Потому что просто требовать от девушки делать то, что вам кажется, ну, реальным, вменяемым, да, ну, это позиция, ну, мягко говоря, ведущая в никуда. То есть, таким образом, отдаете ли вы себе в этом отсчете или нет, вы себя ведете к постоянному неврозу, к постоянному невротическому состоянию, вот, и, по сути, обрекаете себя на тревожность, на постоянную тревожность, к сожалению. И, как бы, это скорее демонстрирует некую такую пренебрежительность к себе, нежели чем работу о себе, нежели чем желание что-то для себя делать, нежели чем в защиту своих интересов и прочее, прочее. Вот. Дальше. С другой стороны, подобные отношения к вам, девушке, вас, очевидно, как-то задевают. И здесь важно понять, как вас задевают, чем вас это задевают конкретно. А, то есть, вы считаете себя, к примеру, брошенным, чувствуете себя брошенным, чувствуете себя ненужным, вот, чувствуете себя, ну, каким-то еще. То есть, вот, это все нужно определить, это все нужно поисследовать. Чтобы не было наслоений одного на другое. Да? Вот. Чтобы вы свои проблемы не навешивали на девушку. Чтобы вы были в этом смысле от нее достаточно независимы. вот. Не только от нее, вообще, вот, ну, от других людей не обязательно только вот, вот, от нее, да, не обязательно только вот этой девушке, да, конкретно взятой. Вот. Дальше. Следующее. Дальше. Да? Мы вместе заботимся обо мне так себе. Вкладку купят, продукты покупают и готовят иногда. Лазар к самому себе приходится часть своего дела, стирают, редко убираются, потому что болеют часто или работают. Спасибо, я за это ценю. Ну, надо посмотреть. Во-первых, есть некоторые противоречия, потому что вы говорите, что эта забота, так себе, с одной стороны, да, то есть вам почему-то хочется больше, вот. И, как бы, с одной стороны, я вас, конечно, понимаю с одной стороны. Вот, но с другой стороны, это, в общем-то, та же самая история. То есть вы либо защищаете свои интересы, вот, и продвигаете их откровенно, либо вы предаете себя. Или, либо вы чувствуете себя, эм, ну, как-то ненасищённым, чувствуете себя уязвимым. От того, что девушка даёт вам того, что вы хотите. А, либо, либо, как бы, ну, представьёте, что это не столь вас. Потому что девушка делает то, что может. Другой вопрос. Другой вопрос, готовы ли вы отстаивать свои интересы. Понимаете? То есть, как бы, глобально, глобально, проблема заключается в том, что вы, ну, просто вот, не отстаиваете свой интерес, свои интересы. Если вы считаете, что, вот, ну, что, вот, так должно быть, если вы считаете, что, вот, ну, должна девушка, там, не знаю, для вас делать вот те вещи, которые вы считаете, она должна делать. Ну, такая, нужно это как-то обеспечивать, вот. А вы, получается, уже выбрали, э, такую, э, партнёрщу, которая вам этого не даёт. Вы выбрали себе такую партнёрщу, которая совсем по-другому ведёт. stamiazchev ..отношение, ну, вот, с мужчиной. Понимаете? И более и не более возникает опросс Ну, насколько вы, сами, к себе, например, хорошо относятся, понимаете, какая штука. Я думаю, тут очень такой, неоднократный крайний момент. То есть да, у вас претензии, у вас претензии безусловно имеют место быть. Ну, крайне желательно определить, на чем основываются эти претензии. Дальше. Так, значит завтрак приходится готовить, замахнуть себе. Сам я временно не работаю, достраиваю наш самый дом. Есть время на девушку. Как-то вот, если честно, не очень понятно, что вы здесь имеете ввиду. Да? То есть, ну, то, что вы достраиваете дом с мамой. Есть время на девушку. Мне появилось такое ощущение, что вам, ну, что вам девушка тоже не на первом месте, хотя я могу ошибаться, конечно, здесь, но есть у меня ощущение, да, вот, есть ощущение, что у вас имеет место быть, ну, требования к ней, ну, каковы, ну, действия, которые вы делаете для, ну, для нее. То, что, то, что, например, здесь хотелось бы. Дальше. Мы есть к любви, быть всегда рядом, не как мои дела, жить мной, моими делами, болеть за меня, подоживать, подсказывать, искать инфу, если надо, интересоваться мной, стараться хоть как-то хоть чем-то помочь мне, мои дела хоть на миллиметр. Понимаете, здесь, опять же, довольно неоднозначный момент. С одной стороны, вы правы. Вы правы с одной стороны, с тем, что ваш язык любви. Вот так, по сути, вы понимаете любовь. И, наверное, с вами здесь, ну, как-то сложно подспорить. Мы, собственно, с другой стороны, вы понимаете любовь. Ну, другую сторону. Разве так понимаете любовь. Разве есть четкое представление о том, как любовь на выиграть, то, может быть, вы переносите на девушку то, что сами вы себе хотели дать. То есть вы от девушки требуете того, что сами себе по какой-то причине не даете. Вот. Потому что, например, то, что вы перечисляете, то это очень такая четкая достаточная позиция, но у вашей девушки другая позиция, и любовь она проявляет не так, как хотите вы, а так, как она умеет. Отношение невозможно без безусловного принятия девушке. Себе? Без безусловного принятия. А девочка? Понимаете? Какая штука. если вы не даете себе того, что вам нужно, если вы требуете этого от, ну, от своего партнера, то, как я и сказал, как я и сказал, это будет осуществлять элементы выявительности для вас. Что крайне негативно скажется на отношениях. Причем вымельте, пожалуйста, что вы в течение, в течение года терпели, в течение года вы терпели ее такое, такое вот отношение к вам, и воспитались его, что перевоспитать? После этого. Дальше. Следующий момент. Значит, вне этих цараний я, к сожалению, за год не заметил, и это нормально, потому что человек либо способен на это, либо нет, все наше общение, либо о ее делах, либо о болезни, либо о ее работе, либо спорим о политике и психологии, либо обсуждаем какие-то туманные бизнес-дела в будущем. Ну, я бы сказал, что вот первый момент, ну, непосредственно, о ее болезни и так далее, это момент исключительно уровня самолюбия человека. То есть, если человек самолюбив, и если вы выбираете такого человека к себе в отношении, то вам, ну, по факту, ничего не остается, кроме как либо предпринять, ну, предпринять эту позицию, человек, что, ну, что вот она такая, то она, ну, говорит о себе только, и так было всегда, например, либо нет, понимаете? А, так вот, пока получается, что, ну, что вы, что вы просто, опять же, из-за того, какая она есть. Что касается остального, то здесь вопрос того, что вас объединяет, вопрос того, что вас связывает, и честно говоря, честно говоря, честно говоря, честно говоря, здесь важно ваше отношение к этому общему, ну вот к тому общему, что с вами есть. Дальше. Еще она в истерике устраивает, конфликт начинает и не сглаживает, что я не уважаю ее. Про истерики и конфликты. Про истерики и конфликты начинает сказать, что ничего не могу, потому что это, опять же, особенности, индивидуальные особенности человека. И, на мой взгляд, предъявлять требования к человеку здесь несколько в плане. Вот. Потому что она, ну, такая, такая вот. Она, вот она такая. С другой стороны, вы пишете, что она не сглаживает, что я не уважаю ее. А почему вы считаете, что она, ну, должна сглаживать? Почему вы считаете, что она должна, как бы, сводить на несколько конфликтов? Да. То есть, почему вы так считаете, откуда у вас эта позиция? Ну, это ее возможность, это ее возможный выбор, но это не обязательно. А почему вы не считаете, что самостоятельно, что вам нужен конфликт в глазах тоже, а вы предлагаете ответственность исключительно на девушку? Да. Столько. Это момент. Да? Дальше. Так. Сейчас. Проблемы создают регулярно. В аптеку, на другой конец, в городе, нужно помочь привезти и т.д. Я должен помогать. Ну, смотрите. В принципе. В принципе. Я вас понимаю. Ну, другой вопрос. Другой вопрос. Такой. Достаточно важный. Вопрос, на мой взгляд, заключается в том, что вы не должны вы должны, вы не должны, вы можете, но не должны, понимаете? Так как вы это делаете через силу, для чего-то вы это делаете через силу, вероятно, вы ждете чего-то. от нее. Но она вам этого не дает, не дает. К сожалению, она не дает вам с того, что, с того, что вы, может быть, хотели бы. Да? Вот. И вы, получается, не удовлетворены им. Постоянно. Так, здесь тонкость в том, чтобы, опять же, не делать что-то. в линзе, если вы не хотите, понимаете? Так получается, что вы себя принуждаете. А потом откат, как бы, идет на нее. И ничего хорошего в этом нет. Так что, тут вы сами себя оставляете в такой вот позиции жертвы, как мне кажется, где отношения становятся чем-то вроде обязательством, да? Чем-то вроде обязательства, точнее. вот. А не актом доброй воли. Понимаете? Проблема. Вот здесь. Дальше. Так. Мне же неплохо, поэтому она не понимает почему. Естественно, я тоже не понимаю, почему вам плохо. Точнее, как получается, что вам же неплохо. И для чего вы с ней, если вам же неплохо? Если мы вместе пройдем в терапию, это поможет научиться ее не быть такой эгоистой. Нет. Терапия поможет вам гармонизировать отношения между вами и разобраться в себе. Терапия ничему не учит. Это не педагогический процесс. Я тоже, наверное, должен начать совести, раз мы часто обоссоримся. Да. Вам тоже нужно освоить бесконфликтное общение. Раз. И разобраться в себе. Два. На этом все. Всего вам самого доброго.